Добрый день! Вас приветствует компания Лесобиржа. Меня зовут Дмитрий, и мы поговорим о монтаже вагонки внутри помещений. Какие ошибки могут быть? Недавно на одном из объектов, на замере, мы обнаружили такую картину. Рассохшаяся вагонка, большие щели на стене, трещины. В таком виде был весь второй этаж дома. Первый этаж обшивать пригласили нас. Что произошло? Владелец данного строения заказал у нас материал с покраской. Мы, естественно, все качественно подготовили, покрасили это в цеху и отправили заказчику. Материал привезли на объект. И вместо того, чтобы оставить материал вылежаться и принять влажность помещения, работяги не стали ждать и начали просто его монтировать. Ну, чтобы ускорить прилив денег в свой карман. Это первая ошибка работяг. Вторая ошибка, которая была допущена, да, нельзя было монтировать в неотапливаемом помещении. Фактор этих двух ошибок и привел быстрой усушки, повело вагонку, она разошлась по швам, ну, грубо говоря, испортилась стена, и надо ее полностью перешивать, переделывать. После того, как это все произошло, естественно, заказчик на работягах сказал, ну, это не дело, как бы, да, это неправильно, да, работяги что сказали? Это, мол, сырой материал пришел, некачественный и все в этом роде, да. Естественно, заказчик обратился к нам, да, с претензией. Мол, ребята, материал у вас не совсем качественный. Мы разобрались в ситуации, мы съездили на объект, посмотрели, что, как, узнали, почему, да. Когда было включено отопление, лежала ли вагонка. И оказалось, что были допущены как раз те ошибки, про которые я уже сказал, да. Первое, начали монтаж сразу, как только привезли, не дали вырежаться. Второе, помещение было неотапливаемое. Выслушав нас, заказчик понял ошибки и обратился к нам за дальнейшим монтажом. Мы переделали то, что было испорчено и полностью завершили весь объем работы. В случае, если бы у работяг, которые делали эту работу, был бы элементарный влагомер, который есть у каждого специалиста, который монтирует древесину, которая разбирается во влажности, да, этих бы проблем не было. Это бы не случилось. Ведь специалист в области отделки деревом знает, что разные породы древесины по-разному усыхают. И он может определить, определив влажность, понять, насколько надо там вылежаться, да. Допустим, лиственница. У лиственницы процент усушки очень большой, да, она может до сантиметра усохнуть. Если, допустим, это еля либо сосна, то там процент усушки там 0,5-0,7 сантиметра. Есть более стабильные древесины. Если вы собрались отделать помещение древесиной, обращайтесь к квалифицированным специалистам. Наша компания занимается отделкой уже долгое время, и у нас большой штат таких специалистов. Все бригады, которые работают у нас, обеспечены благомерами и квалифицированным инструментом, чтобы не допустить этих ошибок, которые были в этом видео. Продолжение следует...